Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на канал ArchPanzer, где у нас сегодня первый взгляд на игру BattleTech. Игра достаточно не новая, кажется она в 18-го года выпуска и достаточно давно она у меня на аккаунте, но руки как-то совершенно до неё не доходили. Насколько я понимаю, BattleTech это часть такой достаточно большой вселенной, сюда у нас входят как стратегии, так и экшен игры, но сегодня будем смотреть именно стратегию. Посмотрим кампанию, здесь есть ещё режим карьеры, но режим карьеры советуют ребятам, которые уже прошли основную кампанию, поэтому, да, новая кампания стандартная, ну естественно стандартная. Про игру я толком ничего не знаю, но знаю, что здесь боевые роботы гигантские будут. И, собственно говоря, на этом мои познания они и заканчиваются. Первый мехмаки был спроектирован учёными военными в Таранской гегемонии в 2439 году. Это полезная информация, которую я скорее всего забуду примерно сейчас. Так, смотрим мультик. Мультик? Мультики я люблю. Да, производство Харабрейнет Шэмс, я Камея из Дома Арано, верховная леди Ауреганского предела, защитница Карамагира и орудие реставрации. Но не стоит верить всему, что обо мне рассказывают, я вовсе не героиня. Настоящая героиня не идёт на компромисс и готова многим пожертвовать. Настоящая героиня справилась бы лучше. Но тебе это и так известно, ведь мы прошли этот путь вместе. Отец часто рассказывал мне о давних временах о Звёздной Лиге. Кстати, это был Золотой Век Процветания, была заставка, в которой казали, как вы убили. Охраняли великими их войнами, заступники невинных, защитники мира. Я всегда мечтала пойти по их стопам. Ну, а большой? Я была слишком юна, чтобы осознать правду. В конце концов, я получила престол. Не благодаря героизму или благородным поступкам, я всего лишь наняла наёмника. Но достаточно профессионального или даже бежалства для того, чтобы добиться победы. Я наняла тебя. Не знаю, вела ли тебя честь или поиск острых ощущений или жажда наживы. Должна ли я благодарить твое благородное сердце или расчётливый ум? Так или иначе, тебе удалось подарить нам надежду. Так что в историю ты войдёшь героям. Ну и отлично. Веришь ли ты в это? А верь шли в это ты? А чё бы нет? Я люблю героями входить в историю. Только тебе решать. Да, нормально. Бэтл Тех. Реставрация. Сразу прошу прощения у фанатов этой вселенной. Я ничего про неё не знаю. Поэтому если что-то где-то буду говорить, какие-то неправильные вещи относительно ваших любимых персонажей и событий, вы меня за это простите. Добро пожаловать в Ауриганский предел. Ауриганский предел – это небольшое королевство, расположенное в окраинной периферии в области галактики, находящейся на задворках более заселённой части внутренней сферы. Это территория Ауриганской коалиции федерации с парламентской монархией под управлением семьи Арану. Вот уже три поколения, а Ауриганский предел под властью Тома Арану остаётся сравнительным мирным уголком периферии. Здесь и начинается ваша история. Договорились. Много десятилетий назад ваша семья перелеселилась в предел из... Мехвойна из Синдиката. Воу-воу-воу. Планетфолд, ты ли это? Мехвойна из Синдиката. Беспощадные, дисциплинированные и непреклонные бойцы готовы сражаться даже перед лицом верной гибели. Не уступая прочим межзвёздным империям по этническому разнообразию, Синдикат Дракон является самым монолитным в культурном плане. За несколько веков правление Дом Курита успешно объединил народы Синдиката, веденное сообщество, созданное по образу и подобию феодальной Японии. Некоторые, в частности, наследники завеванного княжества Рас Аль-Хаги, критикуют культурное однобразие Синдиката. Но этот подход позволит добиться большей сплоченности граждан и армии по сравнению с другими великими Домами. Лига Свободных Миров. Марик. Мехвойны из Лиги Свободных Миров самоотверженные истоки и бойцы, которые превышать его ценят справедливость и равноправие. Старейший, по большому счёту, самый демократичный из Великих Густарств наследник внутренней сферы. Федерация Сонс. Смехвойны из Федерации Сонса отличаются более развитыми навыками и лучше оснащены по сравнению с выходцами из других секторов космоса. Мне это нравится уже. Они часто воображают себя благородными воителями и борцами за свободу, что порой выходит им боком. Федерация Сонс почти полностью уничтожена Синдикатом Дракона во время Первой Войны за Престол, но ими является Конституционной Монархией, власть которой контролирует знаменитый Дом Дарион и вполне может считаться самым влиятельным из пяти великих государств наследников. Победы в военных конфликтах умел дипломатия позволили Дому Дарион присоединиться к своим владениям немало звёздных систем за последние пару веков. Федерация Сонс мне нравится. Лиранское Содружество Мехвойны из Лиранского Содружества виносливо, хорошо экипированы и обучены, но за ними закрепились репутации не самых талантливых боевых стратегов. Богатство — главный источник могущества крупных коммерсантов Лиранского Содружества, где власть принадлежит Дому Штайн и Штайнер. Потерпев ряд уничтительных поражений в Первых Двух Войнах за Престол, Лиранское Содружество сумело встать на ноги благодаря развитой экономике. Капеланская Конфедерация Мехвойны из Капеланской Федерации — надёжные и непоколебимые бойцы, способные выдержать натиск противника и преподнести неприятный сюрприз всякому, кто рискнул недооценить их таланты. Капеланская Конференция понесла серьёзные потери в борьбе с другими государственными наследниками. За последние два века войны её территория сократилась, двое по сравнению с эпохой расцвета Звёздной Лиги. Постепенно правящий дом Ляо превратил Капеланскую Конфедерацию в социалистическое полицейское государство, жёстко регулируемой экономикой. Магистрат Конопуса Проехали. Конституционная монархия Под управлением дома Кальдерона и сильнейшей военной державой окраины в периферии. Кроме того, это одно из старейших государств человеческой истории. Оно возникло ещё задолго до основания Звёздной Лиги. Ничего себе. Турианцы обладают ножным салат, которым гарантируют хартии Конкордата и с гордостью защищают всё государство на обязательной военной службе. Турианский Конкордат давно конфликтует с внутренней сферой, особенно с Федерацией Солнц. Вот так вот. Окрайная периферия. Мехвойных воинов с окраинной тверей трудно охарактеризовать. А среди них встречаются самые разные люди. От мелочных бандитов, от бежастных стратегов до опытных благородных воителей. Мелкие государства, небольшие благородные дома окраинной периферии сыграли свою роль в судьбе человечества закат Звёздной Лиги. Начался она периферии и в конце концов привёл к упадку этих разродных звёздных систем на краю изученных областей космоса. И дальние периферии. Мехвойные из дальней периферии встречаются редко, но ещё сложнее найти тех, кто признается в этом. За пределами периферии простираются неисследованные области космоса, о которых мало кто знает. Эти регионы плохо изучены, но далеко не безлюдны. Там полно заброшенных колоний, небольших аванпостов, отрезанных от цивилизации. После краха Звёздной Лиги генерал Александр Керенский Александр Керенский неплохо возглавил целевшие отряды силы обороны Звёздной Лиги и повёл их в дальние периферии. Они покинули внутреннюю сферу, и история ничего не знает об их дальнейшей судьбе. Так, я знаю, я из дальней периферии. Конечно, я хотел изначально Федерацию СОНС взять, но мне вот это прям вообще нравится. А Александр Керенский меня полностью в этом убедил. Прибыв, у вас благородное происхождение. А если так? А, тоже благородное, окей. Ладно, дальней периферии у меня. У вас благородное происхождение. Прибыв в ориганский предел из другой части космоса, ваша семья быстро обосновалась на спокойной планете и небольшой мирной системе на задворах ориганской территории. К моменту вашего рождения, ваша семья уже фактически правила и единственная обитаемая планета системы. Вы были старшим ребёнком, унаследовали все титулы. Вам достался боевой мех, старый Blackjack BJ1. Тогда-то вы познакомились с Раджу Мастифом Монтгомери, ветеран Войн за престол, которого ваши родители наняли на целый сезон, чтобы он обучил вас всему, что должен уметь мех воин. Раджу был строгим, но опытным учителем и под его началом вы быстро стали отличным пилотом. Это была спокойная жизнь без особых потрясений. Пока не уступил вас 16 день рождения. Вас выгнали из дома. В юности ваши стали главным наследником в Севе, но вы совершили непростительный поступок, навсегда изгнанно покидая родной дом. Вы украли фамилию Blackjack и отправились на поиски новой жизни. Плюс одна стрельбе, плюс тактика. Вы сбежали из дома. Вы выросли в семье аристократов, не ведая заботы, лишения, но однажды помнил, что вам прийдет роскошная жизнь. Стырили вы Blackjack, плюс пилотирование, плюс тактика. Ваша семья обанкротилась, взрослеет. Так, плюс тактика, плюс стойкость. Ваши родные погибли, пилотирование, стойкость. Вашу семью предали, плюс стрельба, плюс стойкость. Враги предали и сверли вашу правящую семью. Вы уничтожили предателей, но членов вашего дома не уцелил никто, кроме вас. Давайте у нас будет трагическая судьба. Вашу семью предали. Трагический у нас будет, товарищ. Вы начали новую жизнь. Теперь вы, оказавшись на перепуте, вы отправились на Карамадир, столицу Органской коалиции, и вступили. Так, а я что здесь взял? У меня стрельба, плюс стойкость. Там вы проявили себя как талантливыми войн, быстро сделали карьеру, солдатская жизнь была сровна, вас вполне устраивала. Плюс стрельба. Пират, плюс стойкость. Гладиатор, плюс стрельба тоже. Ага. Ну это, видимо, как-то еще повлияет, может, на сюжет, не знаю, на диалоги какие-нибудь. Наемник, плюс тактика. Фрилансер, тоже плюс тактика. И охранник торговца, плюс пилотирование. Ну, пираты не хочу, наемник. Надеюсь, начать жизнь с нуля, вы вступили в небольшой отряд наемников из внутренней сферы. А, здесь подсказки. Есть тактика, увеличивая эффективность, открывающаяся возможности для прицельных выстрелов, а также снижая штраф при стрельбе, непрямой наводкой, что и улучшает минимальную дальность оружия. Стойкость что дает? Максимальное здоровье, а также снижает эффект отдачи оружия и повышает уровень, при котором начинается перегрев. А стрельба что дает? Навык стрельбы пилота определяет вероятность падания при стрельбе. Высокий уровень навык, помогает справиться с уклонением цели и воздействием к окружающей среде. Так, ну, у меня плюс здоровье, плюс... А, пилотирование что дает? Пилотирование отвечает за вероятность успешных ударов рукопашной и базовой дистанции спринта. Также оно повышает уровень, при котором начинает действовать неустойчивость. Не знаю. Гладиатор. Давайте гладиатора возьмем. Вы решили, что навыки мехвойна помогут вам добиться. У нас такая тяжелая судьба. Погибли все. Мы всех одолели. Что делать? Все, пошли. Гладиатором ставим. Солдат скучно. Пират мы благородные. Какой пират? Наемник? Может быть. Но это шарахаться надо. Нет, вот прилетел, сражайся. Фрилансер? Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ничего я с жизни. То там, то тут. Нет, вот именно гладиатор. Мы очень много воевали. Злой такой у нас товарищ. Злой, но благородный. Много лет спустя вы снова встретили Раджу. Вы прозябали в низшей лиге. В смысле в низшей лиге с пустыми карманами? Как так-то? А почему не чемпион? И после еще одного поражения вас бы вышвырнули на улицу. Но Раджу узнал о вашей судьбе. Он проделал долгий путь до Соляриса 7, чтобы предложить вам вернуться во Ореганский предел и стать королевским гвардейцем дома Арану. Вот так вы вновь встретились с вашим старым наставником и начали готовить фамилию Блэк Джек к караульной службе в день коронации леди Камеи Арана. Леди Камеи Арана, отважная, целеустремленная идеалистка, дочь покоя верховного лорда Тамати Арана и наследница престола. Окей, Блэк Джек. Блэк Джек в модификации BJ1 в равной мере подготовлен к ближнему и дальнему бою. Две автопушки АП2 дополнили четырьмя средними лазерами и позволяя Блэк Джек наносить мощные альфа-удары, а прыжковый двигатель в любой момент готов принести его на господствующую высоту. Отлично. Ух ты ж. Видите позывной. Ну, окей. Нет, ФФК это что-то в смысле? О. Позывной такой. Имя, соответственно, Арч. Ну и по традиции Панзер. Так. Портрет. Какие симпатяги у нас тут. А мужчина-то есть? Он. Как-то неправильно переделал, что ли. Здесь Преон и Витей и другие есть и молодые люди и девушки. Так. Ну, давайте искать похожим на меня. Плюс-минус хотя бы. Ну, этот более-менее похож. Давайте его настроить. А, не, нормально. Вот так оставим. Не хочу тратить время на настройку. Похож. Так. Много лет назад в вашей семье прибыл из дальней периферии. Плюс стрельба, плюс стойкость, плюс стойкость, стрельба, пилотирование, тактика А. Было все по два. Теперь четыре у нас стрельбы. Ну, ладно, нормально. Пилотирование тактики, правда, не очень сильное. Но не знаю, насколько это повлияет. Я хочу точно стрелять. Верховный лорд Томати и Органский предел стоит на распутье. Ну, Верховный лорд помер, в общем. Его предали. Некто процветающий империя рушится, а могущественный сосед готов растащить его по кускам. Лорд Сантьяго Эспиноза, зять покойного Верховного лорда, убежден в том, что медлительный и изговорчивый совет Великих домов должен быть распущен. Воу-воу-воу. Кажется, предатель наклевывается. Его директив предполагает концентрацию власти в руках одного правителя и передает все армии, в общем, под его управление. Наследие Верховного лорда благородной леди Камеи Арано хочет остановить предел, не превращая его в авторитарное государство. Ну, вот он уже главный злодей наклевывается. Она отказалась принимать директиву своего дяди, с негодованием отверглого просьбы пересмотреть это решение. Утро, когда леди Арано должна взойти на престол, ее верный ее гвардия Раджу Мастиф Монтгомери, верный капитан ее гвардии, готовится проводить Камею до города Кордия, где ее ожидает Кортеж. В смысле сопроводить. Она с нами сейчас пойдет? Ее повезем на мехи. Ирана в своем. День коронации. Летний дворец Арано. Очень много чтила. Вот что я хочу сказать. Как-то сэкономили здесь на озвучке, что ли. Что продвигаться по сюжету, выполнять приоритетные контракты. За них еще отлично платят. Ладно. Мы, кстати, сложность, кажется, не выбирали. Мы же не выбирали сложность. В бою скорость можешь спасти жизнь. Замешкался и ты труп. Унтер меткий глаз. Берейтеры Хансона. Как скажете. Ну ладно, давайте начать задание. Так, командный интерфейс инициирован. Чтобы переместить камеру в АСД. ну ладно, маленькое обучение у нас сейчас будет. Вот Blackjack. Чтобы вернуть камеру, куи я. Вот так вот у нас Blackjack. Неплохая штука, кстати. Большой. Раджу. Так, ладно, ашпанзер, я приказывал верфам Эдспеноза поторопиться с ремонтом Blackjack. Он вроде не разваливается, но надо прогнать пару тестов просто на всякий случай. Стандартное полевое испытание. Ты знаешь процедуру. Но я делаю как себя ведут сероприводы. Щелкните по портрету мех воина. Наведите. И вы хотите пересчелкнуть еще раз, чтобы... левой кнопочкой? А, можно... Изначально, я же сказал гостя не все. Можно выбирать. Да, левой кнопочкой. Ох, побежали. Хорошо. Я привел тебя сюда, потому что в столице творится что-то неладное. Как-то слишком тихо стало после похорон верховного лорда Тамма. Тебе беспокоить за безопасность Ляди Камеи. Ей еще предстоит церемония коронации. В общем, серопривод у тебя кажется в норме. Давай протестируем оружие. Представьте одного из этих старинных Урбан Мех. Мех. Урбан Мех. Как я уже говорил, доказательств у меня нет. Но утром чую, что здесь неладно. А воин всегда доверяется ему чутью. Согласен. Атаковать. Так, смотрите, у нас есть средний лазер. АП-2 пушка. Средний лазер. 25 урона. Плюс 2 точности. Байзапас. 25 у пушек. У лазеров безграничный по всей видимости байзапас. Так, подождите. Мне нужно менюшку открыть. Настройки. Игровой процесс. Кинематографический ближний бой. Но это все оставим. Ускорить течение времени. Нет, я это пока ничего не буду ускорять. Управление понятно. Значение клавиш ок. Так, разрешение. Разрешение все правильно. Качество ультра. Я просто проверить насколько график соответствует максимальному разрешению. Ну, вроде бы соответствует. Ладно, тогда отменить, отменить. Да, подтвердить. Не хочу ничего. Так, тихо. Не сбросилось? Нет, не сбросилось. Что такое? Ничего не менял даже. Я про то, что ну, очень мне нравится, что приближение просто безумно крупное. Ну, вот прям можно во весь экран посмотреть на вашего робота. В принципе, робот достаточно неплохо детализирован. Потертый металл. Все это здорово смотрится. Но вот окружение окружение, конечно, слабенькое. Ну, да ладно. Елки шатаются, это уже хорошо. Так, урбан мех. А можно как-то на их характеристики посмотреть? А, вот правой кнопочкой. Окей, у каждой детали здесь прочность своя, легкий мех. укрепление, укрепление, защита, учебная цель. Так, а как это закрыть? Окей, еще раз правой кнопочкой. Атаковать. Куда выстрелить? Или как нельзя никуда прицеливаться? ладно. А, может еще убирать, чем стрелять? Мне, давай, со всех стволов. Неплохо. Ну, выбор вооружения, по всей видимости, хороший выстрел. По крайней мере, с оружием у тебя все в порядке. Выбирать можно урон наносимый с точки зрения перегрева. Я обучал леди Арана на тех пор, как ей с полной 14. Может, временами он бывает наивно порой и одолевает годы, но я уверен, что она будет править мудро и справедливо. Наша задача обеспечить ее безопасность на пути в Кордию. Когда она будет в столице, рядом с кузиной Виктории, я вздохну спокойно. Что ж, до леди Виктории, я обучаю ее всего сезон, но она уже без того стала одним из самых сильных мех воинов, что я видела в своей жизни. Честно говоря, во многом она напоминает мне тебя. Я там в низшей лиге был. Хотя, может, у меня просто мех не очень. В общем, пора проверить твое компьютерное видение. Видишь там дрона? Вот, вон он едет среди деревьев, выстрелив в него, а когда он повернется, разнеси его выстрелом сзади. После чего мы продолжим. Камей мне как дочь. Я поклоню тебе сверховный лорд Томати был моим старым другом. Как скажешь. Выстрелите по цели в лесу. Ну, стреляй. Какой-то он крепенький. А, так и стыло. Очень много урона наносит. Окей. Структура раскрыта. То есть, первую броню сносим, потом уже начинаем по структуре лупить. Хороший выстрел. Так, теперь вот что. Не знаю, насколько хорошо ты разбираешься в ориганской политике, но предел все еще не может оправиться от смерти верховного лорда Томати. Государству необходима мирная передача власти без лишних проблем. Потрясение. Камей действительно достойно занять трон. Давай, опробую прыжковые двигатели. Давай, опробую. Виктория, пальц в рот не клади, но они с камней с детства тружили. Я не знаю союзника надежнее. Кроме тебя, конечно. Прыжок. Переместись прыжком, получив заряды уклонения в зависимости от расстояния. Плюс 2 к сложности попадания в этого меха при атаке на расстоянии за каждый заряд уклонения. Вы можете при этом использовать чего? Использовать прыжок, чтобы поразить соседних врагов атакой смерть небес. Ну, как-то вот так, что ли, прыгнем. Так, это еще перегрев, да, у нас увеличился. Ух, мы вообще перегрелись. Так, я и думал, прыжковые двигатели сильно греются, твоя силовая установка не выдержала. Заберись в воду. Тебе нужно остыть немного. Да, здесь это так работает. Классно. Вода остужает. А, смотрите, я урон корпусу по всей видимости нанесся. Внимание, обнарушена утечка плазмы. Сбой в работе прыжковых двигателей. Прыжковые двигатели повреждены. Система вышла из строя, нуждается в ремонте. О, имени всех богов. Но я сам виноват. Слишком торопил наших мех техник. Вот результат. Впрочем, у меня не было выбора. На верфях эспинозы страшно врал. Такое впечатление, что они поставили себе цель провести обслуживание каждого меха королевской гвардии коронации. Сейчас у нас нет времени на ремонт твоих прыжковых двигателей, так что придется временно обойтись без них. Давай, уничтожь, это мех в ближнем бою. Нам нужно убедиться, что от облайджек ничего не отвалится, когда мы выйдем на дорогу Баклана. Дорогу Баклана. Вода снижает скорость передвижения, повышает активность радиаторов на 50%. А почему я не могу двигаться? Букопашная атака использует навык пилотируем для определения вероятности падания. Игнорирует уклонение. Попадение от меня и защиту наносит урон и лишает цель устойчивости. Ух, летит как. И как бы ушатковать? Просто тараном. Отличный удар. Во всяком случае, с этим проблем не возникло. Ладно, последняя проверка. Попробуй спринт на своем Блэкджек и уклонись от моей атаки. Чего? Погоняй реактор. Нужно убедиться, что твой мех сможет маневрировать в бою. Спринт. Потрать весь ход меха, чтобы переместиться дальше и получить заряд уклонения в зависимости от расстояния. Плюс 2 к сложности падания в этого меха при атаке на расстоянии за каждый заряд. Спринт недоступен, если мех неустойчив или потерял ногу. Ну, пизнаги, да, особо не побегаешь. Чем дальше вы переместитесь, тем больше заряд уклонений получится. Каждый заряд уклонений уменьшает. Вероятность попадания промахнулись по нам. Хорошо. Ага, и потеряли манное уклонение. Поздравляю, Панзер. Твой Блэк Джей готов к бою. Насколько это возможно, тихучка обстоятельств. Надеюсь, что мои подозрения беспочвенные, и потом мы все вместе посмеемся над тем, каким параноикам я стал к старости. Если нет, тогда я точно буду знать, что меня будет кому подстраховать. Ладно, пора выдвигаться. Леди Арана ждет нас в мехотеке. Впечатляющее зрелище, Сараджу, вы ведь лично обучали этого пилота. Ваши ученики свое дело знают. Еще бы. Еще бы не знали. А у него, кстати, какой-то покруче, у него Центурион. Смотри, какой крупненький. Хотя по росту, например, такой же, но у него пушки более внушительные смотрятся, чем у нас. Ну вот, я встал. И куда нам идти? Куда-то сюда? Ладно. Панзар, познакомься с Мей Араном, будущей верховной леди ауреганской коалиции. Леди Виктория, вы тоже на этом канале? Виктория, пока да. Мой отец вызвал меня в пиктонские доки. До коронации я буду председательствовать при инспекционе, при инспектировании флота и семейной верфи. Обязанности дочи государственного мужа. Целая фонтанскую скучных дел, которым никогда не суждено высохнуть. Понимаю это чувство кузина, а завтра в это же время я уже буду унести ответственность за весь предел. Передавай мой привет отцу и не опаздывай на турнир букмекер, уже принимай вставки, сколько времени убьетет на то, чтобы разломать это переделанное доработанное чудовище, которым ты управляешь. А, они еще и сражаться вот между собой. Ха-ха-ха. Не слишком-то ли ты соуверен? Самоуверенно, кузина, но моя победа будет единственной, которую все будут праздновать сегодня. Может ты сегодня взойдешь на престол, но мой Кагани по зубам твоей семейной реликвии, которую ты зовешь Мехом. И на арене я тебя превзойду. Ну посмотрим, кузина, посмотрим. В любом случае увидимся на турнирной площадке. Сэра Джу я готов отправляться в любой момент. Мы пойдем в город по дороге Баклана, как или традиция рода Арано. Есть камеи, мы приведем вас туда в целости и сохранности. Парзер за мной. И запомни мои слова. Задание выполни успешно. Какие из-за твоих слов запомнить? Уничтожив голову или ноги вражеского меха, вы ведь его из боя сможете собрать больше трофейной детали после завершения задания. Уничтожив голову или ноги. А-а-а. Окей. То есть он потеряет, так сказать, подвижность, потеряет возможность сражаться, его можно будет разобрать на запчасти. Это круто. Я помню, каким предел был раньше. Времена Великой Экспансии. Я был тогда мальчишкой. Мы гордо шагали вперед, неся свет нашей коалиции многочисленным звездным системам. И ради чего? Чтобы наблюдать, как медленно погибает наша Великая Империя, ну хотя бы музыку бы включили. Вообще же звука нет. Совет годами ведет бессмысленное заседание. Пока наша экономика разваливается, а у границ собираются голодные волки. Пока алчные соседи плетут против нас заговоры. Пришло время сказать, мы этого не потерпим. А, это этот товарищ из Пиноза выступает. Если Леди Арана не берет дело в свои руки, эээ, пёс, ты что творишь? То кто-то другой должен ну я сказал, что это предатель. Ну все, я понимаю, что прошу от вас, император будущий, короче. На поле боя вам придется встретиться с бывшими товарищами или даже дорогими вам людьми. То есть вот так вот, да? В открытую сразу. Никаких интриг. Я и сам типа буду противостоять племяннице, но сегодня мы приносим жертву, чтобы завтра возродить нашу империю. Во всем ее великолепии, во всем ее могуществе. Тот, кто пойдет сегодня в бою, встретит смерть как истинный герой предела. Готовьтесь к битве. То есть вот за директорат. Прямо сразу, без всяких каких-то этих предысторий, без всяких вот этих расшаркиваний. Сразу вот на тебе, племянница. По лицу мехом. Ладно, давай. По лицу так по лицу. Ну музыки нет вот в этих мультиках. Это очень расстраивает. День коронации. 13.22 по местному времени. Пригород Кордии. Ну давайте уже, запускайте. Вы можете изменить параметры использовать какие-то кинематографические камеры в бою. Меним настройки. Ладно. Серый легион смерти, основанный в 2024 году, Грейсеном Карлайсом, состоит из бывших ополченцев планеты Трел-1. Так скажете. Подготовка к бою. Долго грузится. Отряд наемников Олча и Драгуны появился во внутренней сфере в 2005 году, щеголяет пятью полками боевых мехов в отличном состоянии. Пять полков мехов это круто. Так, камеет с нами. Супер. Что у него за танк? Ну танк мех в смысле. Я буду скучать по этому Раджу. По той ясности моего предназначения, которое чувствую в кабине меха по этой простоте. Но вот перед нами уже и городские ворота, где ждет меня мое будущее. Где все уже решено за меня. Минутку. Это что за дым? Это маленький сторожевой пост, один из множества, которые усеяли на дорогу к столице, но на аварийной часоте все утро было тихо. Я ничего не слышал о пожаре. Но там он уже в месте стоит. Блин какая-то. Не нравится мне все это. Гляди лобом. Мы должны быть готовы. Вон там уже пантеры какие-то стоят. Смотри, у него один кулак, другая пушка. У этого что? У этого пушки еще пушка. Шэдоу Хак, пантера. Так, Камей, а ты у нас в чем гоняешь? Кинтаро. Да, такой увесистый у него товарищ. Интересный. Дорога, дорога. Спринт, 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 спринт. А вот досюда не спринт, да? Нет уж спринт показывает. А просто перемещение где? Или прям спринтом надломиться. Вне бой бойцы вашего как я будут действовать в любом порядке. Даже может перемещать несколько мягков сразу. Ладно, возьмите на спринте. Побежим. Я паду, вспоминал откуда, точнее, кого мне напомнил. Вот этот мех у нее, ну хотя нет. Суприм Командер, есть такая игрушка, стратегия. В реальном времени, так скажем, тот один командующий мех, вот примерно такой. Да там все командующие медики, честно сказать, примерно такие, только в разной стилистике. Хорошая игра, кстати. Похоже на взрыв, он кажется недавний. Как вы думаете, может это несчастный случай? Исключено. Видите нагар на булыжниках, по ним стреляли из лазеров. Камея, вам нужно убираться отсюда как можно скорее. Да, наверное, вы правы. Прямо по курсу патруль Королевской Гвардии, надо сказать им. Не, не надо. Перейти с Королевской Гвардией. Сейчас у нас ушли. А я ни за что не... Спасибо, Рожей, докажу, что достойно вашего доверия. Мы интересно, сможем через лес пройти? Ни капли не сомневался. Дайте попробовать через лес. Не по дороге пойдем. Так, но они не шевелятся пока я по всей видимости не подойду. А вот смотрите, вот они, желтенькие точки, вот беленькие точки. Почему они отличаются? А это в укрытии я буду. Да, я тебя буду в елку спрятать. Надеюсь, я не буду в елку спрятать. Такой пробивной удар. Атаки с использованием этого оружия игнорируют укрытие и защиту целей. Неплохо. Подготовиться. Снять эффект неустойчивости. Завершить ход этого меха. Мех получает защиту. Урон на 7 атак. Мерс, я не спереди и сбоку. Уменьшается на 20%. Угу. Потратьте весь запас хода. Перемещение. Переместите обычным шагом, получив заряды уклонения в зависимости от расстояния. Вот спринт бегом. Перемещение не так далеко. Бежит. При простом перемещении. Да, при простом перемещении у нас укрепление еще появляется. Уменьшает урон от неустойчивости от всех атак 50% и защита. Уменьшает урон от атака с процент против атак на расстояние спереди и сбоку. Смерть с укрытием. Окей. Насколько я понимаю, либо выстрел, либо движение у нас, правильно? Такая логика? Надеюсь, что такое. Не то, что надеюсь, но по крайней мере так объясняли. Нам не показывали выстрел после движения. Так, и к слову, наш... Так, броня 680, здоровье 416. Я про то, что 416 у нас 376. У королевы нашей больше всех и здоровья, и... Больше всех и здоровья, и брони. Надо, наверное, как-то ей танковать, как бы это обидно для нее не звучало. у нее самая высокая выживаемость из нас. Конечно, будет неприятно, если ее убьют. Это, скорее всего, будет провал миссии. Ну, ладно. Ладно, Камея, давай, наверное, обычным шагом и в лес вставай. Попробую. Попробую. Наших мехов еще не успели отправить на техобслуживание, но сейчас это неважно. Нам нужно позаботиться о безопасности Леди Арана. Миледи, если вы отправитесь с нами... Нет, вы лжете. В день моей коронации ни один мех техник не поставил бы вас в караул в таком состоянии. Я ваш тюзерен, сэр. Отвечайте мне, что здесь произошло? Проклятая девчонка, у нас нет на это времени. Схватите их, убейте старика этого меха воина, а Леди Арана возьмите живой. В бою разные мехи перемещаются в разных фазах. Более легкие мехи обычно начинают перемещаться раньше, чем тяжело. Чтобы отложить действие всех мехов на более поздную фазу, нажмите на кнопку отложить или клавишу End. Так, ну сейчас вот Камея... Ну Камея отходы уже потратила. А мы не дотягиваемся до выстрелов. Конечно, поближе подойти. Принтануть в лес. В общем, ты поворачиваться не хочешь. Давай, наверное, сюда вот спринтанем. Уклонение укрытия. Да почему ты... Ладно, а ты, наверное, вот сюда едем. Они сейчас будут стрелять негодяям. Бой начинается, ход противника. Ну-то ладно, ближний бой, чтобы побежал. Да? Баба, 50 урона. Минус 1 к уклонению. Ваш ход. А кто ходит? Выберите меха, либо отложите действие своих мехов до следующей фазы. I've got your back. How can I help? Мастиф может атаковать. Многоцелевой залп. Стреляет по трем разным целям, находящимся в текущем секторе огня вашего меха. А, только одного вижу, да? Транс попасть. 90-90-85. А если просто так шарахнуть в ближнем бою? Просто в ближнем бою шарахнем. Руку оторвали. Неплохо. Вот противника. Тоже в ближнем бою что-ли будешь бить серьезно? Ай-яй-яй, структура раскрыта. Так, камея. Шанс попасть не очень высокий, к слову. Арчпанзер. Тоже так себе шанс попасть. Может быть, проатаковать вот этого товарища в ближнем бою и подойти. Промах. Серьезно? Ну, как промах-то? Ой-ой-ой. Давай тоже ближнем бою попробуем. Объект уничтожен. Ему руки сломали. Падение. Он упал. Нокдаун, пилот ранен. А он еще, интересно, сможет сражаться сейчас или нет? Или как бы это все уже? так, нет, не камея. Так, ты сможешь атаковать? нет. Так, и от Шпанзера, почему-то я хочу попробовать, а все вот так нужно ну шанс попадение не отражается игра дайте а вот сейчас отражается 60 60 30 но нет получается опять на лучше попробуйте ближнего и атаковать бабах что там оторвали руку оторвали а в том плане что в ближнем бою проще попасть ладно встает а он сейчас сможет атаковать поставка встал или просто встал сможет ах ты негодяй чтобы добить его готов получен достижению всех орудий а чей-то да какие умеет шевелиться и стрелять таком и гиджи вот так и и и и и и и и не могу атаковать то что или слишком близко может быть слишком близко ну значит рукопашно атакуем значит бьем рукопашную он уклонился что нет радиатор объект уничтожен куда-то пошел и часто можем стрелять сейчас можем отлично бог торс уничтожен пилот ранен падение пилот ранен а то здесь хода игре кстати неплохой такой у нее а можно стрелять ладно ставим защиту так мастиф выберите зону прицельного выстрела ничего себе давай центр торс готова проклятье ты сам напросился теперь гори в аду точно но много урона получили помехи камея камея ты меня слышишь александра на нас только что напали королевская гвардия моя собственная охрана пыталась схватить меня здесь происходит то же самое бойцы королевской гвардии убивают друг друга в залах дворца прямо у меня на глазах перебили все уличную гвардию лорда карасаса турнирный павильон утопает в крови я не могу позволить этим мятежникам кем они не были похитить то что он принадлежит мне по праву рождения нам нужно собрать всех лоялистов которых мы сможем найти пойти на столицу если потребуется вернусь ну нет этого не надо делать направлять поселению рота роту ру а и найдите там арсенал верованные вам солдаты используя его как точку сбора я слышал как лорд децимис несколько минут назад отправил туда свою личную гвардию тот идет мне пора соберите все силы какие сможете встретимся на турнир площадке берегите себя вы все слышали мастиф поселение роту ру а мы отправимся туда встретимся с нашими сторонниками пойдем на южные ворота в сопровождении армии камея я понимаю что с лордом мандайром друзья но мы не можем принять его слова на веру пока мы не знаем кому можно доверять случае с александром можем он был моим лучшим другом и конфидентом столько сколько я себя помню его преданность не может быть поставлена под сомнение я готов доверить ему свою жизнь и вашу тоже а теперь отведите меня в арсенал слушать миледи гварди предатели боюсь это только начало а как летит это до сюда до куда-то сюда следуй за мной не отставай не забывай чем эти учил прогулка будет нелегкая я наверное урона много мы получили ну как мы и я-то вроде вообще ничего не получил да я живете живых это не может не радовать обнаружен противника плохо известная техника она нам пока нас вроде бы как даже не обнаружила а это кстати могут быть не только мехи ким танки еще могут быть и судя по виду это танки бой начинается ваш ход они же далеко чтобы раскрыть все до конца с текущего раунда и снять с нее два заряда уклонения окей ну не знаю специалист по тактике мне что нужно настройки управление значение клавиш камера 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 отдаление камеры способность способность пропуск действия минус подготовиться но это завершить ход нет не на завершить не ожидание нужно я его как-то прослушал это ожидание отложить все and and что ли да отложено окей двигаются они техника 30 тонн это уже отложим ползают негодяй оттуда техник 35 тонн ох 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 ну ладно чуть поближе подойдем то была возможность стрелять и давай сюда быть и пусть и он они не хотят вперед и те тут они хотят вперед и те какой вообще штурмовик это рбд-5 можно шарахнуть у нас подань 90 процентов огонь как ракетница да ни черта не попали правда но ладно мы старались 25 тонн новобране скорпион а он попал да вот негодяй как так давай спринтом сюда а больно Так, здесь промахнулся, насколько я понимаю, по нам. Так, мастиф. Огонь получается. Так, одного уничтожили. Кстати, тут можно, наверное, не из всех орудий стрелять. Потому что, по ощущениям, прям с запасом. Накрыли его. Галеон, господи, это все разное. Какая-то техника. Галеон новобранец, скорпион. Может быть, брони нам сняли. Так, камея. А поэтому товарищ, он еще не стрелял. Тут урон вообще не наносим. Это ракетница. Но они прям еще в наглую. И по мне главное. Ты что, по мне отстреляешь, дружище? Тебе надо принцессу убить. Я-то тебе что плохого сделал. Шанс попадания. Слабенький. Галеон. Давайте, наверное, вот это я выключу. То, что шанс попадания такой себя из этого застрелил. Неплохо бояться. Одним противником меньше. Спасибо. Дальний, сейчас поедем. Ну, они не сильно дамажат, конечно, но дамажат. Ну, они вообще наглядцы. Смотрите, просто плотную подходят. Просто в упор подходят и стреляют. Как так-то? Вот нейтральных войск. Это каких еще? А, пугать, вот много целевой. Огонь. Копо второму. Второму не хочет. Так, ладно, Арч. Давай по этому товарищу. И не, не, выстрелом. Опять, что это тело... Нет, это не лазер, это пушки. Выключаем. Готов? Да, готов. Ладно. Выход из боя. Так, леди. Давай ломись вперед. Я надеюсь, что там противников пока что нет. Интересно, нас там подлатают? Ух ты, что такое было? О нет, нет, мы опоздали. Уши, давай сверху иди. Бежим сквозь елки, прекрасно. Ваш ход. Давай, ты сначала заходи вот отсюда. Ты сюда, ты сюда. Бежим. Камея, как меня слышно, это Эспиноза, твой дядя. Ты меня слышишь? Дом Эспиноза берет власть в свои руки. Не могу поверить. Дядя, Виктория. Камея, на моих глазах мех дома Эспиноза. Только что прошел полей, полный гражданских. И разнес там все. Началось, уже началось. Это Мадейра тут выступает. Ваши сторонники отступили к рыночному кварталу. Сейчас закрепились там. Остатки Крылевской Гвардии сделают все, что могут. Но с их мехами какие-то проблемы. Стоп. А это что за звук? О, боги. Александр? Александр? Ох, есть, блядь. Ох, ох, ох. Ну, как бы, текать, мне кажется, надо с этой планеты. Все, кончено, Камея. Твои власти, наследие у Арана. Конец всему. Ах ты, Виктория, ты тоже, как бы, ну, отец, все дела. Виктория что-то натворила. Знаешь, Камея, долгие годы я любила тебя как сестру, но затем мой отец открыл мне глаза на самодовольство твоей семьи, на то, что вы сделали с пределом. Наша нация тает, вырождается, как умирающая звезда, и виноват в этом дом Арану. Мой отец предложил тебе путь к славе, я с гордостью сражалась бы под твоим знаменем, была бы твоей железной правой рукой, но когда ты отвергла его помощь, ты словно ударила меня ножом в сердце. Черт подери, Виктория, я учил тебя совсем другому. Ты учил меня лжи, Камея, в память о том, как я раньше любил тебя, я дам тебе шанс сдаться, я даже пощажу старика и этого мехвоина, если ты немедленно сложишь оружие. Мне не хочется, чтобы ты пострадал, но тебя нельзя допускать до власти. Я прикажу тебя казнить, Виктория, тебя и твоего отца, ты меня слышишь? Вы предали предел, я буду сражаться с вами до конца. Тогда ты действительно тупица, я все равно пощажу тебя, но эта дерзость будет стоить жизни твоей королевской свития. Нужен противник? Где? Ничего нам делать. Внимание всем, войск. Говорит леди Виктория Эспиноза, приказываю захватить леди Камею Арану живой. Если вы не выполните этот приказ, отвечать будете передо мной лично. Так, по мелкому шанс попадания, кстати, хороший огонь. Все сразу убили? Да, пилот не здесь способен сразу с ваншотили мелкого. А этот ближний бой, давай мчиться. Меня мчиться или Эспинозу бить? Вроде Эспиноза. 30 урона. Все союзные силы должны уцелеть. А нет, этот он кого прибежал бить-то, подождите. А вот он. Так, Блэк Джек. Слушай, может тогда выстрелим в того, который еще не ходил? Подрубаем пушки. Сейчас попадание прекрасный. Огонь. Ой, как хорошо в него влетело. За счет оторвалось попадание в голову. Пилот ранен. Супер. Так, пилот в том... А, ему плевать на то, что он ранен. Он все равно ломится. Хотя, может, какие-нибудь характеристики у него понизились? 25 урона. В общем, мехи-то все разные. Еще и выстрелил негодяя, серьезно. И ничего там не перепутал. Потянул Блэк Джека, царапать. Так, Камея. В упор. В упор, точность, конечно, такая себя. У меня еще выключено все. 50, 60, 50. Можно просто вот это подойти, мне кажется, добить. У него здоровье помало осталось. И вот так добьем. Пойдешь? Букторс уничтожен. Пилот ранен. Входящее сообщение. Какое? Граждане Карамадира-6. Говорит лорд Сантьяго Эспиноза. При длиннодушной поддержке великих домов власти над Ореганской коллекцией приходит ко мне. Ради вашей безопасности прошу вас хранить спокойствие. Не выходить из дома и ждать дальнейших распоряжений. Ладно. Как скажешь. Так, давайте стреляй только РБД, я отключу. Просто отстреляй. Готов? Пилот недееспособен. Супер. Минус. Получен достижение хирургической точность. Да ладно, он на этого товарища ближний бой побежал. Положите оружие, мы вас не тронем. Еще немножко брони нам снял. Мой отец доверял этому человеку, я и сама верил ему. Он был членом нашей семьи. Оказался мирский тип. Так, стреляй. Ой, какая точность плохая. А ты? Да, точность ужасная. Но позиция, он выше относительно от АДА, а только огонь. Еще в ближний бой не добегаем. Ближний бой не добегаем. Тут я вообще никуда не добегая. Шанс на попадание такой, конечно, себе ну стреляй. Зато атака стрела. Охо, хорошо попало. Попал прям хорошо. А я здесь его и не вижу и... А почему я его не вижу? Это бежать не могу до него, чтобы ударить. Но сейчас наш... Вот этот вот должен ударить. А подожди, атаковать? Можно атаковать. Значит огонь. Правда 50% всего. Но вот это 20 выключим. Так, может попадем. Так, мы не в свое надеюсь попали. Вроде нет. Вот нейтральных войск каких? А если из пушек? Ну из пушек, то есть еще есть шанс попасть. Давай из пушек лучше. Букторс уничтожен. Пилот ранен. Падение. Ну он сейчас встанет, еще сможет атаковать. А, нокдаун пилот ранен. Вот после нокдауна он встает и атакует или нет? Это конечно все еще надо изучать. Да, он пошел, нормально ему. После нокдауна нормально, сейчас еще стукнет. Нет, он не стукает, он просто уходит. Стрелять будет? Да, будет стрелять, но промахнулся. Но видимо характеристики все-таки сильно понижены. Так, Blackjack. Давай в ближнем бою его шарахнем. Готов. Камея, как меня слышно? Александр, слава богам, я думал, что потерял тебя при бомбардировке. Видите, почти удалось, Камея. Горт мы его потеряли. Нужно немедленно покинуть планету. Я не могу оставить Карадомира. Это мой дом. Семейное наследство. Камея, бой окончил. Лорд Мадейра прав. Вам пора бежать. Бежать прочь от этого безумия. Найти безопасное место и выжить для того, чтобы однажды продолжить борьбу за возрождение коалиции. Вы оба правы. Мой дядя победил. Он захватил предел. Горевать будем потом. А сейчас нужно спешить. У пастушьего перед... Танец высадился. Да, там два неприятельских танкова сидит. Ну, не танк, в смысле, меха. А не танка. Или мех. Ты не обнаглелся, товарищ? Высадился сразу стрелять? Нерзавец. Тут вообще... да там какой техника 25 тонн штурмовик амия ладно беги можно ракетами бахнуть баха ракетами как-то мало очень урон наносит эти самые ракеты прям мизерный урон так товарищ здесь никогда мы не попадаем ланова сюда так вот при после перемещения ж могу стрелять правильно да после перемещения я могу стрелять я после рывка не могу стрелять а 10 уже 90 процентов я даже рбд выключу наверное так вот жарю готов дружочек и как здесь все равно было кого уничтожать первым он все равно бы оставшийся походил где кораблю так корабль а ей промахнулся негодяй ладно промахнулся хорошо ваш ход так ну давай перемещение наш просто отсюда не буду попадать у меня дальнобойного оружия нет меня пушечки лазеры отсюда хочу не попадаю смотрите даже пушки он 85 процент погой убил да готов ну я думаю щас что-нибудь высадится ломанулись десантном кораблю так пушки по вам не буду стрелять последний шанс кузин не оставляй меня давать приказ дело что хочешь предатель ты остался упрямый дурой до самого конца горе в аду капитан хаос уничтожьте их мастифа мою казино всех пленных не брать обнаружен противник бой начинается где он а он 11 против нас дружочек ага один болен рпд тоже подключаем действие стрелять по трем разным цельм хотя же текущем секторе огня вашего меха так 2 выбрать это в разными этим будет стрелять и не подожди подожди в смысле разными пушками будет по разным целям стрелять но это не очень интересная а ей больно сильно уже наш товарищ пострадал им очень сильно а мы тебя тоже много целевой залп у него мне кажется на сначала убивать арч давай наверное сюда подходим хотя пушки наверное сейчас не так точно буду стрелять да на пушки 45 процентов все но все равно у нас стрелять мало ли группу паду хоть лазер попалим как больно турели жарят тоже в него сейчас живицын 3 ай-яй-яй-яй-яй-яй руку отстрелили неприятно очень неприятно ладно давай сюда ну отлично мех вырубили и от приятно так здесь теперь тяжелый лазерный турель точность прекрасный огонь много у него здоровья интересно нет немного готова турель ваш ход а можно как-нибудь а вот так вот чтобы подойти айтать я лишь нервов сделал правда же обычный ход сделал это обычный ход да это обычный ход у меня правда перегрев уже страшный ладно сейчас отдохнем я думаю что их последний противник эту роль рассыпалась этический нагрев структура повреждена блин ну ладно уходим как-то неудачный корабль наш сел к турелям вражеским ну что это такое зачем ты так сел корабль а зачем я сюда встал то нам оказывается сюда надо слава богам и живы камея капитана халл ворсин уже готовит двигатель к старту мы отправимся через пять минут пять минут это практически вечность аж панзер проводили леди арана до посадочного трапа когда она поднимется на борт возвращаясь ко мне мы будем охранять этот проход чтобы не случилось да ладно спасибо сара джо спасибо вам боями я никогда не забуду о том что вы для меня сделали обещаю провождать камею до десантного корабля ну все камень беги нас у раджу здоровье ни черта не осталось обнаружен противник ну здорово всем войскам в атаку уничтожьте этот корабль всех кто встанет у вас на пути ладно аж панзер этом я тебя учил мы будем сражаться причем ключу и прикрывать друг друга стрела самое главное хранить леди каме арану она должна выжить защищать десант корабля это важнее всего внимание ктический перегрев реактора внимание ошибка начиная отключение ошибка реактор отключена оружие отключены системы отключены что ж панзер ставим в ладжек что-то не так как жаль многих меха в королевской гвардии такие же проблемы вы превосходите наше число мы тем не менее прибегаете к саботажу и вы еще и злорадствуете по этому поводу у тебя совсем нет чести маленькая злобная тварь ни у тебя ни у твоего отца предателя заткни свою пасть старик мой отец великий человек и клянусь всеми богами если ты еще раз его оскорбишь ты будешь страдать твой отец трус как и ты аж панзарь я приказываю тебе катапультироваться немедленно вперед от тебя будет мало толку разбита мех я погибну сегодня я тебе не позволю катапультироваться мех воин сейчас же это приказ твое обучение еще не закончено виктория покажи мне как ты усвоил уроки так я улетел куда-то в тартарары по всей видимости задание выполнено успешно если ваш мех потерял чего-то там то скорее всего этого уже не вернуть но и это не точно это мое то значит такое максимально свободное изложение какой-то вечной истины этой игры ну что ребят вот такая игра на самом деле мультик а где звук то мне самому надо пил пил а так вот озвучивать выстрелы или что а сама виктория идет блин у него рука оторванная я не специально дружище эти случайно поднуть то что подставил хотя не здесь рука на месте но все остальное к сожалению не на месте но да но почему-то нет звука бабах вот я вам озвучил звук здесь звук горящего пламени так это не ракеты камера на мертва здрасте как мертва да не может быть чтобы она была мертва да нет я уж показывали в начале игры она говорила что вот я там тебя наняла все дела ничего она не померла нормально все ну как нормально конечно и трагедия все дела государственный переворот но рана жива 8 часов спустя карамадир высокая орбита не дергайся арч когда вы бежали вас голове застрял очень неприятный осколок но не переживайте сейчас вы в безопасности меня зовут дариус оливейра я старший помощник в мародерах маркхэма мы наемники раньше много работали на дом арану а в свое время нас часто нанимал верховный лорд там эти арану я бы представил вас командиру маркхэм он ушел за припасами на рыночный квартал и начались бомбардировки он в общем ему не удалось уйти а зачем меня спасли сложив все остательства другого выхода не было после того что произошло с марком и мы просто не могли оставить вас на растерзание этому новому директорату так что когда мы поймали в арсенал на варенье частоте мы уже даже не сомневались в том что нужно делать а как мастиф сэр раджу вы его спасли мы нашли его меха он сгорел дотла после такого обычно не выживают в любом случае мне очень жаль мы помогали королевской гвардии в нескольких операциях сэр раджу успел многократно заслужить мое уважение его смерть ужасная потеря а блэк джек если мы его смогли спасти он просто перегрелся да наш техник свалил все что от него осталось в мех отсеке дело конечно серьезное если дать явно достаточно времени он починит все что угодно ничему слишком переживать по поводу этого поражения я сказал что нашел следы саботажа в вашем мехе тот кто это сделал здорово попортил реактором так что в вашем случае ничего не оставалось кроме как катапультироваться что теперь ситуация с этим переворотом конечно неприятно директора дома эспиноза фактически стал новым правительством ауриганского предела мне больно говорить об этом но леди арана погибла десантный корабль был уничтожен на взлете 4 вот и мы того же мнения и теперь мы сваливаем из этого чертова ауриганского куска космос я уже забронировал нам первый же рейс транспортным кораблем мы направляемся в прекрасный уютный уголок независимой галактики по эту сторону пограничья на границу конопуса не самое дешевое путешествие ничего потом будем думать как его платить так теперь вот что согласно вашему кровавым листу ваша семья живет на дальней периферии боюсь это все осложняет добраться туда непросто и мало кто из капитану грузовых судов рискнет суммы так далеко от внутренней сферы так что я вижу для вас всего пару вариантов вы можете у нас задержаться это как раз первый вариант когда мы доберемся до места мы выкинем вас на ближайшей планете может там для вас найдется место и разумеется вам придется не внести некоторую сумму за топливо пищу проживание ремонт вашего меха думаю это будет честно согласен либо вы могли бы вступить в ряды мародеров если вы захотите разумеется отработать долг будет несложно кроме того вы работали с мастифом то что наш культ вашей квалификации мимо цене приходится хорошенько все обдумайте примите решение а свежеголову утро вечером мудренее денек вас был тот еще на дорога у нас долгая готова три года спустя так игра я хочу первый взгляд закончить прекращай давай этим самым сюжетом нас да можно к паузу какую-нибудь без текста атак смерть небес наносит порождение ногам вашего меха делать его неустойчивым будьте осторожнее используя способность логично в общем вот такая вот игра сразу пошла подготовка к бою выглядит относительно неплохо напомню что игра по моему восемнадцатого года бронетехник получает дополнительность урона так ближнего боя праведливо так а чпанзер блич бегемот декер лига независимых старайцев подарит вас за помощь командиром и не солдаты а шахтеры и не можем сами войти с этими гадами за это вы нам и платить не волнуйтесь мы вернем ваши платформы тут дело не только в собственности во время захвата месторождения войска маджести металлс убили сотни наших людей мы хотим чтобы они за это поплатились командир против удерживает две добывающие платформы лнс на 1 обозначенный альф у нас располагается генерат или турель доберись сюда как можно скорее уничтожьте его турель очень опасно поэтому их лучше не реализовать прямо сейчас башня служба охрана противника расположен платформе браво уничтожьте если у них есть мех который они также используют для обороны уничтожьте и его тоже после этого можно возвращаться требовать гонорар все правильно я готов и ожидаю возможность одобрить перевод давайте командиром наваляйте этим корпоративным свиньям а мы посмотрим за вами отсюда решимость вашего копья синяя шкала рядом с пилотом синяя шкала рядом с пилотом увеличивается с каждым последующим раундом боя когда шкала заполнится на половину бойцы обретут вдохновение постоянных точности для всех видов атак а вот это вот решимость ваше копье накапливает 15 решимости за каждый раунд боя когда шкала заполнится плавим вашими хвойн обретут вдохновение получит постоянных точность всех атак ладно пух ладно пока ну все достаточно неплохо повторюсь смотрится игра ну двоякое впечатление с одной стороны вот этот крупные увеличения классно нарисованы мехи ну как классно в меру возможностей насколько их можно нарисовать в рамках таких пошаговых стратегий они смотрятся неплохо окружающий мир смотрится ну немножечко похуже так скажем с механиками еще надо разбираться по поводу мира пока что я ничего сказать не могу насколько я понимаю мир здесь достаточно интересный здесь и богатый ролл лор много всяких интересных товарищей много разных интересных историй ну как же может быть иначе когда речь идет про здоровенных мехов в общем насчет прохождения пока ничего сказать не могу если будет положительный отклик в комментариях просмотрах в лайках то можно в принципе даже и в этой игре немножечко так сказать задержаться но все зависит уже от вас а сейчас прощаемся всем спасибо кто посмотрел это видео если оно вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала раз всем большующее спасибо и всем пока